Привлекательность того или иного региона в том числе зависит от государственной политики, от инвестиций и так далее. Это не изменится само собой и действительно без каких-то коллективных усилий и политических мер это исправить невозможно. Иначе будет только хуже. Если говорить о разрыве между тем, что действительно начисляют в конце месяца работодатели и тем, что работники хотели бы получать. Вот когда этот разрыв, в принципе, статистическая погрешность и нормальной считается, наукой хотя бы как минимум. А когда действительно это говорит о серьезной проблеме в оценке работника в нашей стране, в том, что происходит на рынке труда. Ну, начну с того, что формула справедливая зарплата, это формула очень двусмысленная. Потому что что считать справедливым? Учитывается ли количество и качество труда, учитываются ли какие-то социальные условия, которые существуют в том или ином регионе и так далее. Или это просто то, что мы бы хотели получать, то, что мы считаем, что нам нужно. У профсоюзов есть другая категория, это достойная зарплата. Почему? Вот вы эти слова употребляли как синоним практически. Что значит достойная зарплата? Это можно как-то квалифицировать, то есть, что называется, по науке. То есть, это стоимость воспроизводства рабочей силы. То есть, сколько человеку нужно просто, чтобы воспроизводить свою способность к труду, между прочим. Способность к труду. Но это включает в себя и отдых, и какие-то культурные запросы и так далее. То есть, это не просто, что пошел, отработал, поел, поспал, значит, квартира какая-то есть, ну и слава богу. Нет, конечно, это предполагает еще, что человек как-то развивается. Вот понятия достойной зарплаты, они есть. Они есть в международной практике, в международных концепциях трудового рынка. И у нас в стране ситуация, на самом деле, довольно тяжелая. Потому что ведь мы же сейчас говорим о средней зарплате. Понимаете, ведь вы посмотрите на медианную зарплату. Медианная зарплата где-то у нас прыгает, я не помню точный цифр, но где-то порядка 25 тысяч. То есть, это то, что реально большинство людей получает. Нет, я чуть-чуть вас поправлю, прошу прощения. Медианное значение оценки справедливой зарплаты составило 50 тысяч. Справедливой зарплаты. Это желанное, да. А, желанное вы имеете. Желанное, желанное. Вы опять... Чуть больше, да. Желанное, желанное. Нет, я говорю, что реально то, что мы имеем. Мы имеем показатели, вот говорили, показатели средней зарплаты 46 тысяч, по-моему, тысяч. Медианное, ну почти в два раза. Ну не в два раза, но почти в два раза ниже. Но это с одной стороны. С другой стороны, конечно, у людей есть неформальные доходы разного рода, которые зачастую Росстат не учитывает и так далее. То есть в любом случае можно сказать, что люди у нас получают мало. Это первое, что хочу сказать. Получают мало. Причем получают мало, подчеркиваю, не потому что хотят больше, получают мало, а получают мало по сравнению с количеством и качеством затраченного труда. Это первое, что хочу сказать. То есть зачастую даже по воспроизводству рабочей силы люди не получают достаточного количества денег, чтобы нормально воспроизводиться. Или вынуждены работать дополнительно, сверхурочно, на двух-трех работах и так далее. Это первое. И второе, еще две проблемы. Очень коротко, не буду вас долго задерживать, но две очень важные проблемы. Это, во-первых, недооценка квалифицированного именно труда в России. То есть, в том числе, труда специалистов, труда, которая требует серьезной подготовки, профессионального труда. Недооценка именно квалифицированного профессионального труда. Это раз, это общая проблема в России. И второе, это очень большие разрывы как между регионами, вот только что мы это увидели, так и внутри даже одной компании, между менеджментом и сотрудниками. То есть, такие разрывы между менеджментом и сотрудниками, это мало где в развитых странах можно встретить. Вот, а давайте немножко поподробнее на вот этих вот составляющих остановимся. Потому что ученые целые работы пишут на эту тему, что должно включать в себя такое понятие, как достойная зарплата. Там и квалификация работника, вот как вы сказали, и условия труда, и его знания, и сложность работы, даже количество работы туда входит. Но мы все прекрасно знаем, что каждый из нас, наверное, задается таким вопросом, почему вот тот мой коллега получает столько-то, ведь он этого не заслужит. Все-таки, чтобы реально выявить вот этот вот термин, выявить это понятие достойная оплата труда, поподробнее из чего она состоит. Вот мы назвали квалификации, да, что туда попадает? Вот учитель, у него сложная работа, он квалифицированный специалист, или вот, например, специалист по IT-технологиям. Почему разрыв такой большой? Айтишники получают какие-то космические деньги по сравнению с учителями, учителя меньше. Да, все верно, к сожалению, это действительно так. Здесь очень сильны, наверное, еще и традиции, сложившиеся в оплате труда в России, поскольку бюджетников мы только начали подтягивать сейчас к более высокому уровню оплаты труда, и государство заботится о том, чтобы поднимать им оплату труда. Коммерческий сектор растет намного быстрее, ему легче перестраиваться, поэтому айтишники, на которых спрос большой, и все больше и больше, зарабатывают действительно порой сказочные деньги по сравнению с теми людьми, которые очень квалифицированы, и от которых зависит очень многое в нашей жизни. Они учат наших детей, мы им доверяем самое дорогое, то, что у нас есть. В смысле, айтишники, учителя тоже, у них на учителей тоже есть спрос, и они тоже учат наших детей. Про них как раз речь. Да, про них как раз речь. Государственная сфера более инертна, чем коммерческий сектор, и повышение зарплат там в государственном секторе идет намного медленнее, чем в коммерческом. Решение принимается намного дольше. А что касается принципиального вопроса, не хотят платить или не могут платить работодатели? Ваша компания как раз занимается оценкой эффективности различных компаний, помогает компаниям выстроить более разумный и логичный бизнес. Как много компаний в нашей стране действительно работают эффективно? Или есть все-таки резервы для увеличения зарплаты сотрудникам? Резервы, безусловно, есть. Мы крайне низко находимся, Россия крайне низко находится в показателях производительности труда. На довольно стыдно, действительно низком уровне. И борьба за повышение эффективности, она очень близко привязана к условиям оплаты труда. Резервов действительно очень много. Как много работодателей о них знают? Работодатели привыкли уже оценивать ежегодно пару раз в год рынок труда. Привыкли сравнивать зарплаты в своих компаниях с тем, что происходит на рынке. И, учитывая открытость информации, работники все чаще и чаще заявляют и требуют необходимость повышения заработной платы. Но это не самый основной возможный интерес работников. Мы все больше и больше видим, что людей интересуют иные показатели. И последние исследования рынка труда как раз показывают, что условия оплаты труда в коммерческом особенно секторе стоят на третьем месте. Первое после интересных задач, после возможности перспектив роста и иных социальных факторов. Удобный офис, уже порой даже наличие парковочного места, различные конкурсы. Но это все после определенного порога зарплатного начинает интересовать человека. Сначала накормить семью, потом уже удобно ли у меня кресло в моем офисе. Берем все-таки работников офисов. Берем работников, которые уже находятся на определенном уровне достатки. Это совершенно логично с какого-то момента. Если человек уже обеспечил свои базовые потребности, естественно, у него возникают уже другие запросы. Действительно, хороший коллектив, интересная работа и так далее. Но с того момента, когда я себя уже накормил, обеспечил себя, своих детей, свою семью. Но тут есть еще один момент. У нас очень мало все-таки учитывается на социальная значимость. Вот уже Герман об этом сказал. На социальную значимость этой работы. А потом мы жалуемся, что у нас не те, скажем, учителя, врачи не такие и так далее. Но сначала вы учтите именно социальную значимость этой деятельности. И второй момент, я на этом настаиваю. У нас очень большие, скандально большие для развитой страны разрывы между оплатами менеджмента и рядовых сотрудников. А почему так? Это все зависит от работодателей? Не только почему. Слабые профсоюзы, слабые профсоюзы, слабое госрегулирование в этой сфере. Кстати говоря, тут еще один момент. Госсектор всегда должен задавать параметры, ну не скажу справедливость, опять-таки это спорный будет термин, но параметры, условно говоря, большего равенства. То есть в большинстве европейских стран в компаниях госсектора разрывы между оплатой менеджмента и оплатой рядовых сотрудников, они не так велики, как и в частном секторе. Это всегда так. И тем самым они создают людям на рынке труда определенное давление. То есть вот хотите туда идти на таких условиях. То есть здесь, скажем, даже менеджеры будут получать меньше, зато социальной гарантии будет больше. То есть появляется альтернатива на рынке труда. А что у нас происходит? У нас даже госкомпании, может быть даже в первую очередь госкомпании, дают образцы неравенства. Понимаете? Именно они выплачивают какие-то безумные бонусы своим менеджерам, своему топ-руководству. И они задают, что называется, моду, задают тренд именно на рост неравенства. Понимаете? Хотя по социальной функции они должны делать все ровно наоборот. Послушаем телефонный звонок. Нам дозвонился представитель одной из важнейших профессий. Врач Елена из Пскова. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, расскажите, сколько вы получаете? Я получаю в среднем 26 тысяч. Но из чего они складываются, эти 26 тысяч? Это самая медианная зарплата. Мне нужно отработать, как говорится, на трех работах. Понимаете? На трех работах, чтобы я получила эту сумму. Да, понимаем. Ну расскажите. Мне 53 года, и вот представьте, я с одной работы скачу на другую работу, в другую поликлинику, для того, чтобы заработать эти деньги. Я живу с сыном одна. И это очень трудно. Какая работа может быть, вот отдавать себя всю, например, если на одной работе 12, на другой работе 12. И вот это все складывается в голове, как прожить, а не как вылечить уже. Уже, знаете, стыду этому, вот то, что вы сказали здесь все, ваши гости, это не убавить, не прибавить. Это, наверное, на каждой кухне об этом говорят. Об этом вот неравенстве, что зарплаты нищенские. Но надо все-таки, чтобы человек приходил на работу, не думал о деньгах, а думал о работе. Не считал в холодильнике, сколько у него осталось там ниц, и на что ему там ребенка отправить в школу или там в институт помочь как-то. Уже, ну вообще, о себе уже даже и говорить не приходится о каком-то отпуске. Всегда нас сравнивают с Москвой. Вот одну секунду, с Москвой. Но чего нас сравнивать? Ну хорошо, проезд у них меньше. Но они, извините меня, час едут. Если я из школы выйду и поеду час до Печор, например, да, то это у меня тоже будет сколько, ой-ой-ой, стоит. В Москве также Печорочки есть, так же, как у нас в Пскове. Я тоже хочу сходить в театр. У нас тоже в Пскове есть театр. К нам тоже приезжают звезды. Я тоже хочу сходить на концерт. И не только я, и мои сотрудники все. Но мы не можем себе этого позволить. Поверьте, это очень сложно, работая на трех работах, получать 26 тысяч. И нет выходных. Не проходных в выходных. Нету. Вообще нету. Вот с одной работы на другую. Елена, а какая у вас специализация? У меня педиатрии детские. Их вообще у нас не хватает. Просто не хватает. С одной больницы в другую идешь на ночь. Вот после дневного стационара идешь ночь. Елена, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот сколько вы заслуживаете получать? Мы сегодня будем много раз задавать этот вопрос. Много раз не будем. Но я все-таки думаю, не меньше 60 тысяч. Да, хорошо, спасибо. Чтобы это было. Хотя бы среднее вот так. А там дальше у кого какая квалификация. Да, спасибо. Спасибо большое. Уважаемые гости, ну вот видите, грустно немножко становится от того, что люди не говорят о каких-то космических цифрах. Они не называют какие-то космические зарплаты. Ну, кто-то говорит, ну, 40 тысяч хочу получить, кто-то 60. Ведь, ну, в целом это не так много. Люди, грубо говоря, не бесятся с жиру. Вот мне кажется, что-то грустное в стране происходит. И неправильно это, когда люди вот говорят, в принципе, о таких небольших суммах. Так, происходит действительно что-то очень грустное. Но я хочу добавить еще одну очень важную вещь. Потому что вот дама, которая нам звонила, она сказала очень важную вещь. Ведь вопрос не только в том, сколько вы получаете. Вопрос в том, сколько времени и сколько сил вы тратите, чтобы получить эти деньги. Вот это, кстати, очень важный параметр, который зачастую у нас не учитывают. И говорят, ну, ничего-ничего, они там нормально получают. А не учитывают, что люди, чтобы получить вот эти же деньги, они затрачивают иногда в разы больше времени и сил, чем какие-то другие люди где-то при других обстоятельствах. Понимаете? Так, грубо говоря, на жизнь, на отдых вообще ничего не остается. Думаешь, делали только в жизни отдыха. Где бы и как заработать и сколько? Износ, износ, это я говорю чисто технологически, износ рабочей силы. Износ рабочей силы происходит. Понимаете? Это очень нехороший такой инженерный термин, понимаете? Но я уже говорю в данном случае как экономист. Это неправильно. Это очень высокий износ людей. А потом мы жалуемся, что они рано стареют, рано умирают. Ну, вот типа мы еще им пенсии не будем платить. Ну, извините меня. Герман Викторович, возвращаясь все-таки к компании, их ответственности за сотрудников. Компании сейчас в большинстве сами выживают и хотели бы платить больше сотрудникам, но не могут. Или все-таки ситуация другая? К сожалению, мы видим показатели снижения рентабельности прибыльности компании в последние два года. Это каких компаний, скажите? То есть это сектор определенный или в целом? Мы говорим в целом про Россию. В среднем про Россию. Статистика показывает, что прибыльность компаний снижается. И первые два квартала 2019 года показали вообще очень плачевные результаты. Треть российских компаний имеет прибыль. Какие сегменты в наибольшем провале оказались? Потому что, конечно же, когда мы говорим про Газпром или еще что-то, ну, навряд ли их прибыль падает астрономически. Сырьевой сектор по-прежнему чувствует себя неплохо, по-прежнему живет хорошо. Хотя и там мы видим резкое снижение рентабельности. Все, что связано с излечением добавленной стоимости, где больше прилагается интеллектуальная составляющая труда, или сервис, или ритейл, в этих секторах рентабельность снижается. Ну, бог бы с ним, конечно, с этим сырьевым сектором. Мне хотелось бы узнать, а почему в разных городах у людей такие разные запросы? Вот москвичи вообще всем довольны? У них все хорошо. Они получают хорошо, и, в принципе, и запросы у них нормальные. Ну, знаете, во-первых, скажу, что москвичи не всем довольны. Так вот получилось, что сейчас идут выборы, можно было по ходу выборов с людьми разговаривать. Ну, я про зарплату, ладно, про выборы это отдельно. И люди, да, нет, ну, просто могу вам сказать, что люди сначала говорят, да, мы, в общем, всем довольны, а потом начинают говорить, ну, только вот еще кстати. И потом одно, другое, третье, четвертое. Но действительно, меньше всего жалуются на зарплату в Москве. Меньше всего. Больше всего жалуются на качество обслуживания в поликлиниках, на так называемое благоустройство, сами понимаем, да, что раскопали под дверью, под окном и так далее. Вот. А на зарплату, да, жалуются меньше и очень редко. Но, тут есть один момент, что зачастую, как раз если мы покопаемся уже дальше в этих проблемах, на которые люди указывают, проблемы объективные, внешние, они тоже связаны с низкой оплатой труда. А в том числе они могут быть связаны, например, с тем, что вместо местных рабочих российских, которым нужно платить по определенным ставкам, приглашают гастарбайтеров, рабочих, которым не доплачивают. Соответственно, они подрывают рынок труда и одновременно качество работы падает. То же самое по больницам, поликлиникам и так далее. Происходит оптимизация, экономия на зарплате. Причем очень важный момент. Экономия на зарплате часто не врачей, а младшего, среднего медперсонала. Вот на них очень сильно экономят. Просто их режут, перекладывают на врачей их обязанности и так далее. То есть все равно вы упройтесь в тему качества и количества труда, которые затрачиваются. А качество и качество жизни? Вот, например, если встретится житель Москвы и житель Костромы, москвич скажет, ну, что ты просишь большую зарплату? Ты посмотри, какие цены у тебя в магазинах. А у меня жилье, я за квартиру плачу 50 тысяч. Вот это от этого зависит или нет? Кстати, вы знаете, вот тут опять не все так просто, потому что Москва действительно намного дороже в плане именно жилья. Вот. Но по всем остальным параметрам, кстати, разрывы не такие большие. И да, люди в провинции экономят на жилье, но, скажем, на одежду. Они тратят достаточно много еда. Ну, не то, чтобы совсем дешевая. Продукты практически то же самое тратят. Ну, немножко дешевле, но, смотрите, по регионам это очень большие разрывы. Где-то, может, и дороже, кстати. Да, да, да. Где-то и дороже может быть. Но в целом, это по регионам, в общем, ну, понимаете, кроме жилья, кроме жилья в провинции большой экономии больше другим позициям почти нет. Или она очень маленькая, понимаете? То есть это реально значит, что люди живут хуже, понимаете? Так почему у них так запросы проще? Ну, так, понимаете, им бы хоть до этого уровня дотянуться. Элементарно. Есть голоса разных регионов на нашем СМС-чате. Курская область, Железногорск, Курская. Работаю кондуктором автобуса 26 дней в месяц. Зарплата 10 тысяч рублей. Ленинградская область считает, что зарплата должна быть, как у депутатов, 500 тысяч рублей в месяц. Ну, вот о чем мы говорим. В очень больших городах очень большие запросы чаще всего. А Свердловская область, зарплата у рабочего среднего звена не должна быть меньше зарплаты депутатов. И так далее, и так далее. Вот видели еще... Я бы просто понизил зарплату депутатам. Это упростило бы решение вопроса. Да, вот видел еще Смоленскую область. Работаю библиотекарем на полставки 9 тысяч рублей. А сейчас у нас в эфире снова медик. Дозвонилась к нам Нурмагомед из Тульской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел рассказать про свою зарплату. Я работаю врачом-детским хирургом в городе Новомосковск. Это Тульская область, больница. Она якобы городская больница, по сути, но выполняет функцию районная больница, так как Тульская область, грубо говоря, делится на Тулу и на Новомосковск. И то есть мы делим прием пациентов между двумя этими городами. И так получилось, что у нас все врачи, практически все, работают с большими переработками. То есть получается, что каждый врач это минимум на две ставки работает. Это минимум. Ну, грубо говоря, что вам было более понятно, я вам расскажу. Вот, грубо говоря, возьмем понедельник. Я иду в 8 утра на работу, отрабатываю, допустим, там до 16 в отделении. С 16 до 16 вторника я на работе. Прихожу, допустим, в 8-4 домой, в 8 утра опять на работу. И до 16 среды или четверга я на работе. То есть получается, у нас всего два хирурга на Новомосковск и пять рядом лежащих городов. И мы дежурим день через день. Если кто-то из нас в этот день не дежурит, он все равно до 16 на работе. Плюс у нас не хватает специалистов, там, лор-врачей, там, круглосуточного УЗИ нету, компьютерного томографа нету, очень много чего нету. Очень благодарен Вероникой Игоревне и оптимизацию в этом. Вот. И так получилось, что мы вынуждены принимать, допустим, тех же самых лор-пациентов, хотя по специальности, там, и не лор-врачи. Да, понятно. Потому что надо либо к нам, либо ехать в Тулу. И что касается вопроса зарплаты. У меня в прошлом месяце было почти 400 часов работы. Заплатили меньше, чем средняя зарплата по указам Путина, вроде 62 тысячи. То есть мне заплатили 56 тысяч рублей. Ссылаясь на то, что якобы денег нет в больнице, то есть мы недозарабатываем, хотя мы план, госплан, который выделен там на отделение хирургии, выполняем на 98-99%. И поэтому там остается очень много вопросов, почему низкая зарплата и почему нам ее не платят. Хотя говорят, что средняя зарплата. И на сайте там, что на ставку 49 тысяч на Ломаковске. Но я переработал две с половиной ставки и получил 56. Нурмагомед, а Тульская область, недалеко от Москвы, не было желания перебраться сюда? Уже есть. Я уже написал заявление на увольнение. И уже как бы я 7 месяцев здесь проработал. Но это невозможно просто по-человечески. Один в неделю выходной, и то, которое начинается после дежурства в 9 утра. Поэтому... Понятно, да. Да, спасибо вам за ваш звонок. Ну, опять классическая история. Специалисты на вес золота. Зарплата маленькая. В итоге еще меньше специалистов там станет. Еще один звонок у нас есть. Нам звонился Алексей из Архангельска. Алексей, насколько я знаю, работает разнорабочим. Это так, Алексей? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, у меня такая... Ну, я своего рода универсал. То есть я работаю, допустим, сегодня я ходил 300 рублей в час. Ну, я считаю, что это ненормально. Понимаете? Вот. То есть у меня жена работает, допустим, инженером. Да? Она получает 18 тысяч рублей. Ну, то есть... О чем мы вообще говорим? То есть, ну, разобраться так по большому счету. Вот сейчас мы здесь разговариваем. Мы говорим ни о чем. Потому что этого ничего не будет. Все это прекрасно понимаете и знаете. Но если мы совсем не будем об этом говорить, то, конечно, ничего и не изменится. Да, Алексей? Подождите. А смысл разговаривать об этом? Вы жуете просто непонятно что. Ну, да ну так-то честно разобраться. Согласитесь? Спасибо. Вот о чем вы говорите. Да, Алексей, спасибо вам большое. Все-таки я считаю, что обсуждать сложные вопросы, несмотря на всю их сложность, нужно и очень важно. Что делать людям, которые, видите, вот даже просто звонок Алексея, мне кажется, он характерен тем, что многие просто действительно уже не верят даже в любые изменения. А что делать таким людям в таких регионах, что делать людям, которые, например, там, вот, Липинск, Пенза, Барнаулу, Рязань, Махачкала, там, где получают очень мало, им переезжать из этих регионов? Ну, это будет еще большая катастрофа в этих регионах. Вы же прекрасно понимаете, что ситуация критическая. И, ну, чего мы хотим, чтобы вся страна съехала в Москву? Ну, даже просто чисто технологически это сделать невозможно. Ну, почему в Москву? На Дальний Восток, например. Ну, давайте честно. Главным точком привлечения людей являются 4-5 городов в России. Вот, может быть, Герман подскажет более точно список этих городов. Ну, это так, да? То есть, мы не можем всю страну запихнуть вот в эти 4-5 городов. И что, мы должны проводить соответствующую социальную политику, направленную на то, чтобы, опять же, я не случайно говорю, значимые, в первую очередь, значимые профессии получали поддержку. Получали поддержку, прежде всего, в государственном секторе, кстати говоря, где страшно недоплачивают. И, кстати говоря, рост, такой вот видимый рост зарплат в государственном секторе повлияет на то, как будет работать частный сектор. То же, потому что будет конкуренция за работников, им придется соревноваться. И, что касается частных секторов, да, у них свои проблемы. Надо понимать, что российские фирмы просто не научились жить, выживать и работать в условиях низкой прибыльности. Это отдельная тема, отдельное умение, которого в России просто нет. Ну, извините, но надо учиться, что делать. Уважаемые гости, давайте прямо сейчас попробуем подключить к нашей беседе еще одного эксперта. Максим Кривилевич, доцент кафедры финансы и кредит Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. Здравствуйте. Добрый день. Максим, хотелось бы вот что спросить. Некоторые эксперты заявляют, что на самом деле, на мой взгляд, это какая-то абсурдная история, заявляют, что хорошо, когда люди недовольны своей зарплатой. И вот этот вот стимул к, ну, не знаю, к поиску более достойной, более хорошей зарплаты, это хорошо для экономики. О чем они вообще говорят? Ну, вероятно, это те же люди, которые ратуют за противопоказательные расстрелы. Это, я думаю, какое-то отражение больше их психологического настроя. На самом деле, такое понятие, как справедливая зарплата, также не существует, как понятие справедливой цены. Со времен Гая, Авлерия, Валерия Диаклетиана, это примерно 3-4 век, было установлено, что недостижима справедливость ценообразования. Поэтому давайте сразу размечаем несколько мифов. Та, что оплата труда зависит от квалификации. Нет, не зависит. Давайте скажем, что оплата труда не зависит от рентабельности бизнеса. Посмотрите на крупнейшие российские компании. Их владельцы имеют самые большие яхты в мире. Да, от того, что бизнес-компания становится более рентабельным, сотрудники не начинают получать больше. Отсюда вопрос. Если зарплата не зависит от того продукта, который человек продает, от квалификации человека, от его усилий, от его способностей, и не зависит от той массы добавочного продукта, которую человек производит, от чего же она зависит? Почему профессор в физмат-наук в университете получает меньше, чем вахтер, который пускает или не пускает студентов в этот университет? Да все очень просто. Потому что профессора согласны работать за эту зарплату. Труд, это знаменитая маркетинская формула, факторы производства, труд именно капитал. Труд это фактор производства. Предприниматели его всегда купят максимально дешево. За ту минимальную цену, за которую мы согласны его продавать. Ну слушайте, это получается тогда люди сами виноваты, что идут на такую зарплату. Но некоторые идут, потому что выбора-то нет. Вот это и работает. Понимаете, это же обычный закон рыночного равновесия. То есть до тех пор, пока у нас возникает ситуация, при которой профессору можно платить столько, чтобы он работал в четырех местах и еле сводил концы с концами, а вахтер на эту зарплату не идет, вахтеру будут платить больше. Максим, логика понятна. Профессору не нужно идти на такую зарплату. Ну а жить-то ему как? И на что-то надо сейчас? Что он будет ждать, когда ему предложат больше? Значит, все очень просто. Вот именно так люди и думают. Именно поэтому у нас такая ситуация. Свободу не дают. Свободу берут. И зарплату. Зарплату никто не дает. Зарплату берут. Значит, как решается вопрос в развитых странах? Профсоюз объявляет тотальную забастовку. И говорит, ребята, у вас выплаты дивидендов удваиваются. У вас стоп-бейбэк. То есть когда акции выкупают. Вы себе, как собственника капитала, постоянно увеличиваете вознаграждение. А нам нет. Хорошо, мы перестаем работать. Вот 1 сентября все профессора всех вузов страны говорят, ребят, спасибо, не надо. Мы как-то протянем неделю. А вы без нас. И сразу же вопрос решается. Максим, нас сейчас обвинят в призывах к российской забастовке. Это законная вещь. Но опять же, мы говорим про ситуацию в стране, где есть профсоюзы. У нас многие сомневаются, что такие организации в нашей стране существуют. Ну, де-факто. Я тоже, среди тех, кто в этом сомневается, я просто хочу сказать о том, что если Борис Юрьевич, он больше как политолог смотрит на ситуацию, с точки зрения социальной, и я с ним абсолютно согласен. Но я как экономист просто рассуждаю в других категориях. У вас есть товар, который вы продаете. Если вы сознательно идете на демпинг, если единственное, чем вы можете конкурировать, это цена, вы всегда будете жить в проголосе. Поэтому, к сожалению, вот лозунг «Go West», тот лозунг, который сделал Америку богатой, единый Запад, он работает и в России. Если ты не можешь себя прокормить, работая только в университете и в Академии наук, это вот мой случай. Я очень давно был в Москве, там вечер в клубе около Красных Ворот мне обошелся немножко больше, чем три моих месячных зарплаты в университете и в Академии наук, мне все взятые. Вот если ты не можешь прокормить себя по основному месту работы, работай еще где-то. К сожалению, один человек не может изменить систему. Либо это скоординированные массовые действия, либо это индивидуальная адаптация. И что на самом деле люди говорят, когда говорят о справедливой зарплате? Они говорят о тех людях, кто в силу стоявшегося у нас кастового капитализма получать ненормально много, и о тех, кто получать ненормально мало. То есть они, условно говоря, берут зарплату ректора вуза, депутата, сотрудника госкомпании, чиновника, и зарплату врача, учителя, кого-то еще и делят на то. Вот это их представление о справедливой зарплате. Вы удивитесь, сходится до пятого знака. То есть в понимании людей средняя зарплата, а это и есть справедливая зарплата. На самом деле, конечно, не так. Но, понимаете, люди настолько загнаны в постоянную борьбу за выживание, что они в качестве своей цели делают сыр из молока, колбасу из мяса и возможность работать хотя бы на трех работах, чтобы зарабатывать себя на жизнь, а не искать четвертую. Максим, а знаете, что еще люди пишут, если вдруг зарплату поднимут? Вот Тюменская область нам пишет. Если зарплату поднимут, поднимут и цены в нашем государстве. Да нет, никто не способен поднять цены. Цены реагируют на наличие у людей, у людей появляются деньги, поэтому магазины поднимают цену. Потому что, когда людям не на что покупать, магазины не могут продать. То есть это не какой-то заговор, это не какой-то злодейство по подъему цен. Это автоматическая реакция. Я просто к тому, понимаете, насколько люди заповыганы. Да, 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 Борис, давайте. Да, вот, но, что самое главное? Самая главная ошибка, которую люди допускают, они говорят о рублях. Строго говоря, ни зарплату, ни цены не нужно считать в рублях. Рубль – это не деньги. Рубль – это то, на что можно купить деньги. Потому что вот у вас была зарплата при 30 рублях за доллар, осталась такая же при 66 рублях за доллар. Вы понимаете, да, вот насколько абсурдно в этой ситуации говорить о каком-то рублевом уровне зарплаты или рублевом уровне цены. Мы находимся в условиях того, что называется неадекватное экономическое равновесие. Равновесие – это потому, что обе стороны на эту сделку согласны. Но это сделка неадекватная. Вот как после революции люди продавали картины, золото, все остальное по цене яиц или молока. Но они же это добровольно делали. Они еще просили купить у них эти картины. То есть экономическое равновесие было, оно просто было неадекватно в связи с тем, что социальная структура общества была направлена на угнетение большинства меньшинством. Вот мы приходим к этой ситуации и с точки зрения экономики все абсолютно логично, все абсолютно разумно. Более того, вот все те, кто получают сверхвысокие зарплаты, они же имеют и самый высокий темп роста этих зарплат. Почему? А потому что могут. Почему они получают по миллиону? Да потому что могут получать по миллиону. А значит, они могут продавить себе и рост зарплаты вдвое, и втрое. Поэтому, что касается прогноза, а прогноз в данном случае самое главное. Прогноз-то у нас негативный. У нас реальные располагаемые доходы будут падать. И падать будут очень существенно. И по мере девальвации рубля, и по мере роста налоговой нагрузки. А налоговая нагрузка, вы знаете, сейчас кадастровая стоимость жилья. Скоро вы за квартиру будете платить там 1150 в месяц. И по мере роста стоимости топлива, и по мере роста всех остальных тарифов, которые влияют в государство. То есть до тех пор, пока государство скажет, что нам, в общем-то, все равно, хватает ли вам зарплаты на жизнь, и мы не предоставим никаких налоговых льгот тем, кто платит более высокую зарплату, у нас эта ситуация будет вполне себе наблюдаться. Ведь поймите, сейчас, чтобы заплатить 100 рублей зарплаты, предприниматель тратит 143 рубля. А чтобы вывести эти 100 рублей себе в карман, ну, по разным оценкам, при разных способах, он тратит 8 рублей. Да, да, спасибо, спасибо, Максим. Максим Кривелевич, доцент кафедры финансы и кредит школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, был с нами на связи. Мне хочется понять, может быть, есть у вас мнение по поводу реакции работодателей. И, конечно же, действительно, 1 сентября ничего не случится. И я думаю, что вся профессура будет работать, как работала. Как знать, как знать. Но, насколько готовы работодатели к каким-то таким демаршам в нашей стране? Или рынок настолько сейчас перенасыщен, что они скажут, что, ну, господи, на ваше место еще 10 других придут? Регионы, регионы разные. Рынки разные. И мы видели уникальные случаи сильных действий профсоюзов в Санкт-Петербурге на автозаводе «Форд». Который сейчас закрывается. Который, к сожалению, да, сейчас закрывается. Но, надеюсь, все-таки не потому, что профсоюзное движение довело до этого уровня. И эти уроки послужили очень сильным, хорошим примером для тех отраслях, где профсоюзы сильны в добывающем, перерабатывающих отраслях. К сожалению, есть, безусловно, регионы с дефицитом рабочей силы и с префицитом рабочей силы. Ситуация в Москве, например, выглядит таким образом, что как только человек выходит за забор твоей компанией, на него, ему уже поступает огромное количество предложений. Его сразу хватают с руками. Может, я? Да, мы видим... Ну, какой-то, видимо, очень квалифицированный специалист. Мы видим интересные данные о том, что профессии с должностью специалист, средний уровень, средний уровень, находят работу за три месяца практически 80%. Ищущих работу, находят работу за три месяца. Мы видим в данных о том, что люди в возрасте до 25 лет находят работу очень быстро. В течение трех месяцев практически все. Чем люди старше, тем сложнее, можно сказать, работу. И 50-летние, или 50+, как правило, находят работу, наверное, половину только за первые три месяца после начала поиска работы. Нам часто пишут, что 40+, уже проблема. Ну да. Да, действительно, есть и такое ограничение, но оно уходит. Мы видим, что наши эйгархи и владельцы бизнеса сами взрослеют. Уже нет тех юнцов, которые в 90-е зарабатывали первые большие деньги и искали себе в команду людей, подобных им. Мы видим о том, что спрос на взрослую рабочую силу растет. Правда, может быть, не теми темпами, как бы хотелось. Спасибо. Друзья, мы сейчас говорили о том, что нужно сделать, чтобы тебе повысили зарплату. У нас сейчас может послушать молодежь, которая услышит и сделает вывод, я не пойду работать, или вот эта зарплата для меня несправедливая, потому что ко мне относятся несправедливо. А все-таки, если вот от этого немножко абстрагироваться, абстрагироваться от забастовок и вот обвинения изначально работодателей, все-таки что нужно делать, чтобы твою зарплату повысили, чтобы ты зарабатывал больше? Как нужно себя вести? Индивидуально или коллективно? Индивидуально. А индивидуально, мне кажется, вот как раз интересен нынешний кризис, он тем важен, что исчерпаны возможность индивидуального улучшения ситуации. То есть все, что индивидуальные люди делают или могут делать, они уже сделали или делают. То есть ничего больше нового придумать нельзя. То есть учиться не надо, переобучаться не надо, квалификацию повышать тоже надо. Повышать квалификацию надо, но только надо знать, что за это вам никто ничего не заплатит. Но я хочу сказать одну вещь. Нужно добиваться изменения государственной политики, в том числе в сфере налогов. Простейший вопрос. У нас же, между прочим, присловутые социальные сборы, то, что сначала называлось едино-социальный налог, оно все время переоформляется. Но все равно, так или иначе, пенсионные и социальные сборы идут. Они же у нас регрессивные. Они у нас регрессивные. То есть, иными словами, за низкие и средние зарплаты платится одна ставка. А вот чем больше, уже для топ-менеджмента, там у вас 8% или вообще какие-то символические вещи. Нужно добиваться элементарной вещи. Измените шкалу. Если вы хотите поддерживать шкалу, сделать так, чтобы как раз шкала стимулировала выплату по белому, очень важно, по белому, зарплату среднюю, выше средней до какого-то предела. А наоборот, на сверхвысокие доходы повысите. И картина сразу изменится, я уверяю. Фарис Ильич, вы сейчас подпортили репутацию огромного количества коучей. Это сейчас популярная профессия у нас в стране, которые любят говорить всем, что все в твоих руках. И если ты не получаешь таких денег, значит, ты просто не хочешь их получать. Я же не коуча, а социолог. Я конкурирующая фирма. На самом деле, действительно, все в руках работников. Поскольку сидеть и надеяться на государство, либо на кого-либо, на доброго дяди, знакомых крайне сложно. Существуют традиционные способы, мир ничего другого не придумал. Действительно, лучше повышать свой образовательный уровень, пытаться улучшать свой имидж, свою репутацию. Резюме все меньше и меньше имеет это же значение. Все больше и больше в условиях открытости рынка социальных сетей имеет значение репутация. Первый, самый основной путь, второй путь, тот, к которому идет весь мир, безусловно, это урбанизация. Это переход в места с лучшей работы, там, где есть официальная работа, есть большая зарплата. И мы это видим во всем мире, это неизбежно. И из тех городов, которые платят мало, где трудно найти работу, люди, безусловно, будут перемещаться в места, где такие возможности есть. Я думаю, что сейчас как раз мы подключим телезрителя к нашему разговору, узнаем, насколько Мария верит в свои собственные силы. Мария, здравствуйте. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вы звоните нам из Тольятти, да? Да, звоню из Тольятти. Кем работаете, Мария? Воспитателем я работаю. Я хочу сказать, что не только достойная, эта зарплата наша унизительная, потому что ее практически приравняли к зарплатам нянь. Няня получает на тысячу меньше, чем воспитатели. Чтобы мне получить в районе 20 тысяч, и то это очень хорошо будет, мне нужно будет отработать весь месяц по 12 часов. Вот здесь вот одни, я видела, писали вам, с 8 до 4 работают. Мы работаем с 7 до 7 вечера. 12 часов, 5 дней. Тогда у нас будет где-то 18-19 тысяч. За последние 4 года зарплату увеличили. Один раз на 4 процента, это 380 рублей нам прибавили. Мария, на что этих денег вам хватает? Да ни на что не хватает. У нас вот нет своего жилья, и мне дешевле, я понимаю, даже на будущее, какая может быть ипотека. Мне дешевле будет снимать квартиру. Вот я 10 лет снимаю, и скорее всего уже мы не возьмем, потому что возраст мне 39 лет, дальше больше. Потому что ипотеку мы вообще не вытянем. Ни на что не хватает. Да, хорошо. Что касается ваших коллег, у меня просто еще вопрос есть. Что касается ваших коллег, как выкручиваются, работают ли на других работах, думают ли о переезде в другие города? Ну, в другие города, да, наверное, уезжают, очень много уезжают. У нас уехало вот за последний год два воспитателя в Москву. Ну, им приходится, конечно, работать тоже в две смены, но зарплата у них от 60 до 80 тысяч. То есть даже если они квартиру снимают не за 10, а за 30 тысяч, все равно остается намного больше. Друзья, спасибо, спасибо большое. Друзья, крик души просто из Москвы и Московской области. За какие заслуги футболисты получают такие космические суммы и вопросы? И возмущение сразу, наверное. Ну, тут знаешь, кстати, я вот солидарно на самом деле с президентом нашим, который на прямой линии недавно говорил о том, что не нужно мечтать, чтобы люди богатые становились беднее. Нужно мечтать о том, чтобы те, кто сейчас получает маленькую зарплату, получали ту, что заслуживают действительно. Ну, трудно поспорить. Подведем итоги нашего вопроса. Да, мы спросили у вас в самом начале, вы считаете свою зарплату справедливой? Да, ответили всего лишь 3%. Нет, 97%. Время прогнозов. Как дальше будет расти эта пропорция? И что нужно сделать, чтобы она росла в нужном нам направлении? И чем нам это грозит, если все будет плохо? Ну, чем грозит? Самое страшное, во-первых, это не изменится само собой. Вот не изменится и все. И, кстати говоря, даже вопрос переезда, понимаете? Ну, все не переедут, во-первых. Во-вторых, привлекательность того или иного региона, в том числе, зависит и от государственной политики, от инвестиций и так далее. Это не изменится само собой. И действительно, без каких-то коллективных усилий и политических мер это исправить невозможно. Иначе будет только хуже. Все.